дорогие друзья сегодня хочу поделиться с вами вот таким красивым очень интересным и необычным узором который я разработала для вас это может быть просто один узор то есть видите да наши вот ряды расстояние между рядами идет дырочки вот эти на увеличение или вы можете из этого узора сделать 3 то есть сделать полностью полотно только таким или только таким или только таким или выполнить нижнюю часть изделия таким видом а уже основное полотно сделать опять же или таким узором или таким или таким на что я хочу обратить ваше внимание рапорт ширину у нас с вами 5 петель и в данном случае раппорт высоту у нас 6 рядов потому что ряд моего приема и полустолбиков прием и полустолбики прием и полустолбики но если вы будете выполнять просто какой-то один прием то у вас ряд высоту будет всего лишь раппорт высоту всего лишь два ряда здесь все зависит от того столбика основного от которого мы будем с вами отталкиваться то есть выполнять этот прием принцип абсолютно одинаковый запоминается узор очень легко смотрится очень красиво видите да давайте изнаночку посмотрим присоединяйтесь обязательно пишите в комментариях где вы использовали этот узор что у вас получилось и не забывайте ставить лайки огромное спасибо что вяжете вместе со мной для работы я использую крючок 1 и 4 пряжа сто процентный мерсеризированный хлопок 169 метров 50 граммах этот узор будет великолепно смотреться буквально из любой пряжи пробуйте экспериментируйте не забывайте подобрать крючок правильно начинаем выполнение нашего узора 17 воздушных петель смотрите на что хочу обратить ваше внимание раппорт ширину у нас 5 петель я выполню всего лишь 3 раппорта и добавлю 2 петли для создания полотна то есть по одной петли с одной другой стороны то есть 5 умножить на 3 15 плюс 2 петли я набираю 17 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 далее вы продолжите самостоятельно пока не будет цепочка из 17 воздушных петель чик я выполнила цепочку из 17 воздушных петель и буду выполнять ряд полустолбиков я выполняю две петли подъема накид на крючок и очень внимательно ввожу крючок 1 2 3 в четвертую петлю от крючка и выполняю полустолбик вот таким образом далее накид ввожу крючок и полустолбик накид ввожу крючок и полустолбик и так я буду выполнять полустолбики до конца ряда и прежде чем продолжить я вернусь к нашему узору хочу сказать что смотрите каждые два ряда это может быть абсолютно самостоятельный узор и вот смотрите в этом ряду прием основан на столбике с двумя накидами в этом ряду на столбике с тремя накидами и здесь на столбике с четырьмя накидами в этом случае если вы будете только два ряда выполнять рапорт высоту то у вас будет столбики с двумя накидами и полустолбики в этом случае столбики с тремя накидами точнее основа дальше я вам покажу прием и полустолбик столбики на основе столбика с четырьмя накидами и полустолбики вас рапорт высоту может быть два ряда может быть 4 если вы решите вот так выполнять может быть 6 все зависит от вашего от вашей фантазии я вам показываю принцип выполнения вот таких интересных и красивых приемов которые я разработала для вас переворачиваем видите да и я начну с основой столбик с двумя накидами начинаю выполнение с 4 воздушных петель подъема 1 2 3 4 далее я работу разворачиваю выполняю 2 накида на крючок смотрите пропускаю первую вершинку следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с двумя накидами 1 2 и 2 петли вместе далее я беру работу поудобнее и буду выполнять вот такой прием накид ввожу крючок вершинку не вершинку точнее а в накид и нить столбика видите и вытягиваю накид накид столбика и нить столбика и вытягиваю далее ввожу крючок следующую вершинку пустую и вытягиваю здесь обратите внимание я уже накид не делаю я под распустила то здесь мы с накидом тут я ввожу крючок в эту вершинку и просто вытягиваю и буду провязывать по 3 нити на крючке смотрите 3 нити 3 нити или петелечки и затем 2 далее накид на крючок и я ввожу крючок вот смотрите под воздушную петлю вот вот петелечка у меня и вытягиваю накид и далее я ввожу крючок в нижнюю вокруг нижней части столбика вот смотрите прямо вокруг видите вот я вот беру и вот таким образом обхватываю ввожу крючок следующую и вытягиваю без накида обращаю ваше внимание и опять же по 3 петли 1 2 и далее две вот такой у нас прием получается и нам остается с вами еще выполнить два раза накид опять сюда же я ввожу крючок видите под такую же петелечку и под вокруг нижней части столбика вот таким образом то есть прием повторяю один и тот же и провязываю по 3 нити по 3 нити и 2 видите мы с вами выполнили как бы 4 столбика вот они только как бы соединены до вместе 1 2 3 4 и давайте выполним 5 будем по вершинкам считать накид опять же разворачиваем и провязываю и еще раз в следующую и по 3 3 3 и 2 все мой прием закончен и вот такая красота у меня получилось видите далее я опять же буду выполнять этот прием на основе столбика с двумя накидами то есть я следующую вершинку ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами и начинаю выполнение этого приема накид ввожу крючок захватываю накид ввожу крючок захватываю и следующую петлю провязываю по 3 я начну выполнение вы продолжите самостоятельно пока у вас не будет вот такой прием такой элемент скажем так так мы вяжем с вами до конца нашего ряда я выполнила 3 раппорта в ширину как с вами договаривалась и завершая выполнение нашего ряда я выполняю 2 накида на крючок и ввожу крючок воздушную петлю подъема вот она идет у меня сразу от вершинки видите столбика и выполняю столбик с двумя накидами мой ряд завершён и я могу приступить к выполнению второго ряда второй ряд это полустолбики здесь все просто я выполняю 2 воздушные петли подъема работу разворачиваю выполняю накид на крючок пропускаю первую вершинку и следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю полустолбик и смотрите над каждым приемом я буду провязывать по 5 полустолбиков они хорошо видны хорошо видны наши вершинки я просто буду считать 2 3 4 и 5 ну то есть все как бы видно то есть каждую вершинку по одному полустолбику 1 2 3 4 5 и так до конца вашего ряда все очень просто я завершаю выполнение ряда полустолбиков и смотрите последний полустолбики выполняю воздушную петлю подъема очень внимательно в четвертую мой ряд завершён и что я хочу сказать если вы решите выполнить узор такой то раппорт на ширину в ширину 5 петель высоту всего лишь два ряда то есть вы дальше продолжаете выполнять точно такие же ну скажем так кубики я покажу как выполнить точно такой же узор на основе теперь столбика с тремя накидами мы выполняем 5 воздушных петель подъема очень внимательно 1 2 3 4 5 и работу разворачиваем выполняю три накида на крючок пропускаю первую вершинку в следующую воршинку вершинку ввожу крючок и провязываю столбик с тремя накидами вот таким образом далее я беру поудобнее и выполняю накид на крючок ввожу крючок в накид и нить столбика и вытягиваю 1 и так в каждый накид и нить 2 и 3 выполнили далее вершинку следующую и вытягиваю то есть принцип остается тот же самый далее по 3 петли 1 3 петли 2 3 и 2 оставшиеся выполнили и так мы с вами будем выполнять пока у нас не будет 5 вершинок то есть как бы 5 слитых столбиков у нас уже две вершинки есть дальше смотрите накид и под воздушную 1 накид и под следующую воздушную 2 и следующий третий ряд мы выполняем вокруг нижней части столбика видите я прям беру и обхватываю ее 3 ввожу крючок следующую вершинку захватывая и вытягиваю и теперь буду провязывать по 3 петли 3 3 3 и 2 далее повторим вытягиваю вытягиваем накид нижняя часть столбика вводим крючок приглашаю вас связать вы получите массу удовольствия вяжется легко а получается объем на и очень красиво смотрите у нас 4 вершинки нам остается выполнить еще один ну скажем так такой слитый столбик до накид смотрите вот видите под воздушную 1 далее 2 и 3 1 нижняя часть столбика и вершинку по 3 такая как плетеночка у нас с вами красивая получается и 2 все наш прием с вами готов и вот такая красота у нас получилось то есть принцип остается везде один и тот же а количество накидов у нас увеличивается и далее до конца ряда вы продолжите самостоятельно я завершаю выполнение нашего ряда вот таких приемов основанных на столбике с тремя накидами напоминаю и смотрите я выполняю 3 накида ввожу крючок в воздушную петлю подъема вот видите и выполняю столбик с тремя накидами то есть как бы не как бы завершая выполнение моего ряда все мой ряд завершён и я могу приступить к выполнению следующего ряда это будет будет ряд полустолбика как я говорила то есть в принципе раппорт высоту два ряда если вы выберете какой-то один прием по высоте не имею ввиду так 2 2 воздушные петли подъема я работу разворачиваю накид и тут точно также пропускаем первую вершинку и над каждой вершинкой вы просто провязываете по полустолбику вершинки хорошо все видны над каждым приемом по 5 полустолбиков просто считайте проверяйте себя ничего сложного так вы выполняете до конца вашего ряда я завершаю выполнение ряда полустолбиков и последний полустолбик я выполняю очень внимательно воздушную петелечку подъема мой ряд завершён и я могу приступить к выполнению следующего ряда смотрите следующий ряд я буду выполнять на основе столбиков с четырьмя накидами то есть у нас смотрите 2 накида 3 и следующий 4 накида будет опять же каждый вот ряд да вот каждые два ряда это может быть раппорт высоту для вашего узора или вы можете выполнять 6 раппорта высоту чередуя основу такие вот скажем так приемы на основе столбика с двумя накидами тремя и четырьмя приступим я вернулась на изнаночную сторону и выполняю 6 воздушных петель подъема 1 2 3 4 5 6 работу разворачивая и теперь выполняю 4 накида на крючок 3 4 пропускаю первую вершинку в следующую ввожу крючок и провязываю столбик с четырьмя накидами и напоминаю мой прием на основе столбика с четырьмя накидами принцип выполнения абсолютно такой же то есть мы с вами берем поудобнее накид на крючок я ввожу крючок вершинку не вершинку а в накид точнее и в нить столбика накид накид и нить столбика накид и еще раз и последний четвертый раз у нас столбик с вами с четырьмя накидами поэтому приемов таких будет 4 видите все петли находятся на крючке далее я ввожу крючок вершинку предыдущего ряда и теперь смотрите я провязываю по 3 петли 3 3 3 3 и 2 последние выполнили и так мы будем выполнять пока у нас с вами не будет вот пять вершинок то есть 2 у нас готова и нам осталось выполнить еще три раза разворачиваем и теперь накид смотрите далее я ввожу крючок под воздушную и считаю 1 под следующую 2 под следующую 3 и вокруг нижней части столбика 4 то есть также как мы делали ранее видите принцип остается тот же вытягиваем и по 3 петли считаем 1 2 3 4 и 2 еще раз накид считаем 1 2 3 за нижнюю часть 4 и в следующую вершинку и по три раз два три 4 и 2 смотрите у нас с вами выполнена 4 столбика вместе и нам осталось выполнить еще один пятый точно такой же прием разворачиваем поудобнее получается видите очень красиво и интересно накид вытягиваем накид вытягиваем второй раз третий и за нижнюю часть 4 и в следующую вершинку вытягиваем и по три раз два видите да как красиво и объемно получается три четыре и две все наш с вами прием готов и видите чем выше наши столбики тем вроде как плетение больше получается объем не получается мне нравится в общем-то и на основе двух и трех и вот теперь мы выполнили на основе столбика с четырьмя накидами далее вы выполняете самостоятельно и я завершаю мой ряд который основан на столбиках с четырьмя накидами я выполняю четыре накида на крючок и ввожу крючок в петлю подъема она у меня 2 видите и провязываю столбик с четырьмя накидами и при этом завершая выполнение моего ряда вот такие у меня красивые объемные получаются приемы и далее ряд будет у нас полустолбиков я выполню две петли подъема работу разворачиваю накид пропускаю первую вершинку и далее в каждую вершинку я провязываю по одному полустолбику то есть ничего сложного все как мы с вами провязывали видите до вершинки хорошо видны просто в каждую вершинку вы провязываете по одному полустолбику вот таким образом завершу выполнение ряда я вместе с вами я завершаю выполнение ряда полустолбиков и смотрите последний полустолбик я выполняю воздушную петелечку подъема которая у меня вот идет сразу за вершинкой это у меня 6 раз два три 4 5 6 видите да все я завершила выполнение моего узора и вот такая красота у меня получилось и напоминаю что мы выполнили с вами на основе столбика с двумя накидами тремя накидами и четырьмя накидами и я покажу вам большее полотно которое я выполнила видите да какая красота у нас с вами получилось я уже несколько раз повторяла что рапорт ширину у нас 5 петель высоту вы можете выбрать любое количество то есть основа у нас это всего лишь два ряда ряд приема и ряд полустолбиков а как вы уже выберите то ли на основе столбика с двумя накидами то ли тремя то ли четырьмя то ли выполните все тогда у вас рапорт будет 6 рядов здесь уже можете экспериментировать я специального показала варианты вот такая красота у нас с вами получилось большое спасибо что вяжете вместе со мной обязательно пишите в комментариях что у вас получилось давайте другую сторону посмотрим вы можете выполнить изделие буквально любым узором начиная можно столбиками полустолбиками и выполнить вот допустим нижнюю часть да или какую-то вставку сделать именно таким узором будет очень красиво интересно смотреться также можно выполнить покрывало скатерть любой кардиган то есть буквально любое изделие подушечку ну то есть тут уже все зависит от вашей фантазии до новых встреч